Вот если говорить о вот этой огненности внутри, которую Вы упомянули, существует такое понятие причастия, и это как раз, наверное, на мой взгляд, пробуждение некой искры Божьей, вот это общение со Святым Духом в нас, кстати, действительно ли он в нас, и главный вопрос, есть причастие в Церкви, совпадает ли оно с духовным понятием причастия, с настоящим причастием, на Ваш взгляд, что вообще такое причастие в Церкви и духовное причастие, и как эти два понятия взаимосвязаны? Когда слушаешь лекции Алексея Ивановича Осипова, это просто, я преклоняюсь, великолепный проповедник, но Вы понимаете, это человек, который все время говорит, святые отцы сказали так, так и так, и так, и так. Все его проповеди великолепны, они направлены на покаяние, они направлены на самоуничижение, на сокрушение, на то, что и приемлем по делам своим, как разбойник, и держите себя, значит, в рамках приличия, и не превозноситесь, великолепные проповеди. Но это 50% того, что называется умным деланием. Вот Вы задали вопрос о духовном причастии. У меня на полке простояла книга «20 лет», называется «Невидимая брань». Я ее прочитал, и только на одной странице, на одной странице я поймал, ради чего я ее читал. А написано там так, что с древних времен святые отцы говорят, что существует параллельно с церковным причастием, духовное причастие, причастие духом святым. Смотрите, что пишет апостол Павел «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие, по-славянски причастие, а по-русски общение Святого Духа, да будет со всеми вами». Как же получить? А святые отцы говорят, надо просить Святого Духа, надо общаться с Ним. И вот это благодатное, перманентное состояние, ощущение пребывания в тебе Святого Духа, а причастие церковное через литургию, внешнее на внутреннее, и есть движение нас к совершенству. Поэтому нам надо обязательно и учить свою паству, и самим исполняться причастием Святого Духа. Ничего сложного в этом нету. Святые отцы говорят, просто надо говорить, Дух Святой, прийди в мой Дух, в мою душу, в мое тело, соединись со мной, действуй во мне, говори во мне, очищай меня, делай меня благодатным. И святые отцы говорят, чтобы это произошло, поведение наше должно иметь акты самоотвержения, то есть считать себя. Всего одну букву надо поменять, когда ты стоишь перед зеркалом. Не говорить, я нечто, а надо просто вместо Е поставить букву И и сказать, я ничто, пред Тобою, Господи, пожалуйста, войди в мой Дух, в мою душу, в мое тело. Я хуже всех. Одна женщина пришла ко мне на исповедь. Я говорю, ну вот если вы осуждаете, а вы скажите, я хуже всех. Она мне говорит так наивно, ну как же это так, отец Михаил, ну мы же всегда стремимся быть лучше, а я сама себе скажу, что я хуже всех. Люди даже не понимают, о чем идет речь. А ведь это очень важно, самосокрушение, и как дар Божий Дух Святой сходит на человека, вовнутрь. А причастие церковное закрепляет сверху. Мы исполняемся огня Духа Святаго. Мы благодатные люди, мы себя считаем. Ну как можно убить того, кто умер вчера для всего плохого? Ну как можно сокрушить того, кто сокрушил себя и считает себя ничто? Ну как можно унизить того, кто уже себя унизил и лег под ноги всех? Ну как можно убить того, кто уже считает, что он достоин всего самого худшего ради Царства Божьего? Ну как можно сделать мне что-то плохое, если я считаю, что я за все свои поступки достоин гиены огненной? А за все это я уже живу в Царстве Божьем на земле, потому что Дух Святой пришел в мое сердце. Это учение святых отцов, это не я придумал, братья и сестры. Поэтому будем исполняться Духа Святаго. Причастие духовное, причастие церковное. И как сказал Господь Иисус Христос, будьте совершенными, как Отец вас совершенен, небесный есть. Иисус Христос